Российская архитектура всегда либо страдала, либо, может быть, наоборот, была знаменательно излишней идеологизированностью. Это было и в средние века, и в классические времена ампира. Это особенно, на мой взгляд, проявилось уже к 20 веку, потому что и даже модерн, и конструктивизм, и сталинские ампиры и так далее. Это огромная заинтересованность идеологией в ущерб всему остальному, в ущерб материалам, строительным технологиям, функциям здания, чему, я бы так сказал, намного больше внимания уделяется в европейской архитектуре, и чему, как мне кажется, меньше уделяется внимания в России. Поэтому, если коротко, наверное, мне кажется, что основное отличие российской архитектуры – целенаправленное преувеличение роли идеологии. Заказчиком может быть кто угодно, от русско-православной церкви до императора или губернатора или определенного там министерства. В любом случае, при любых обстоятельствах, как мне кажется, русский архитектор, он всегда пытается больше внимания уделить, что ли, какой-то идее, какому-то направлению, нежели функции, материалам, строительству и так далее. Ну, условия формирования и выживания российского государства, они предопределили, что ли, обстоятельства, при которых государство может бороться с врагами, недугами. И вот в наших обстоятельствах, в нашем окружении это, судя по всему, потребовало значительного усиления идеологической роли, это можно называть властью, религией, чем угодно. Но эта вещь постоянно давлеет над российскими архитекторами, как мне кажется, лишь временами, несколько сходя на нет, но не исчезая никогда. С этой тенденцией, с одной стороны, можно бороться, и у нас есть очень успешные и блестящие архитекторы, и сегодняшние российские, не буду перечислять, среди них многие мои близкие друзья, которые делают абсолютно европейские вещи по уровню, по культуре, по подходу, и, в общем, это пользуется спросом. Я, например, всегда пытался это использовать. Мне казалось, что глупо проходить мимо таких возможностей, и пытался всегда искать и объекты, в которых это можно проявить с большим эффектом, с большим интересом. Поэтому я с этим бы не боролся. Я бы старался это, наоборот, культивировать и развивать. Со своими коллегами-архитекторами мы старались, ту тенденцию, о которой мы говорили, о идеологии в российской архитектуре, как-то на эту тему, что ли, и сделать работу. Поэтому не знаю, как она у нас получится, но надеюсь, что, в общем, мы сумеем проиллюстрировать эту тенденцию как-то в архитектуре.